Приветствую, меня зовут Ренат, Алина. Мы приехали из Алматы, из Казахстана, смотрели Егора YouTube канал. Очень много мы учились, очень полезные тренировки и решили при первой же возможности посетить Егора и взять у него тренинг, чтобы посмотрел на технику и моей жены, и меня. Да, так как у меня четверо детей, моя задача привести себя в порядок, иметь пациент и красивое тело. И поэтому мы приехали познакомиться с Егором и получить спецсоветы по технике и, в общем, увидеть воочию. Для четырех детей очень приличная хорошая форма. Спасибо. Надо только поставить технику, и все будет хорошо. Будем стараться. Всем привет. Именно негативную фазу движения. То, что ты опускаешься мышцами, вот как ты мышцы напрягаешь, чтобы подняться, точно такое же должно быть в голове, в мозгу, ощущение движения, опускания. Вот, да, медленно вниз, вниз медленно. И на выдохе поднимаешься. Раз зафиксировала, попу напрягла. И старайся ее не расслаблять. Растяни ее вниз. И опять еще больше напряжения в ягодице. И опять растягиваешь их. С каждым новым подъемом все больше и больше постарайся сохранить именно напряжение в ягодичную мышцу. Вот тогда это будет правильно. Вот, сейчас получше намного. О, хорошо. И в пятку, в пятку. В носок вообще не уходишь. Вот, неплохо. А глубину приседа отработаешь, не переживай. Коленки. Хорошо, клади. Попробуй еще раз у ящика присесть. Сосредоточься именно на том, чтобы сесть как дети. Вот они садятся именно раскрывая пах глубоко. И от этого зависит еще, именно как раз таки будет ли твоя поясница круглиться или нет. Вот, и начинаешь движение с ввода таза назад. Вот так получше. Болит, когда сделаешь у ящика или когда делаешь? Попробуй, лопатки сразу вместе. Сильно голову не включай, просто держи так в голове, что тебе нужно сесть в пятку. Сесть в пятку именно. Вот, не досела. Самое главное, не переноси вес на носки. От того, что хочешь вот сесть глубже и уходят у тебя колени вперед. У тебя получается... В пятку, в пяточку и поглубже. Без грифа садиться сложней. Ну вот, сейчас получше было. Вот, неплохо, неплохо. Вот, все в пятку. Только чуть поглубже. Но это наработаешь. Вот, сейчас все в пятку. Чувствуешь разницу? Вот, первая ошибка всегда. Когда подходишь, ноги должны касаться грифа. Тогда ты тренишь стартовое положение правильно. Таз очень высоко. Нужно сесть, сделать присед, как для приседа. Вот. Ты хочешь делать румынскую или штановую? Классичную, для конца. Становая тяга. Это обычные приседания. Просто штановая... Просто... Это румынская. Это не... Но брать штангу все равно нужно, как для становой. Я тебя не видел. Я сейчас сел. Горбатьте, что ли? Это... Хотите узнать о том, как с помощью простой резинки, резиновых жгутов, бинтов укрепить наш плечевой сустав, укрепить весь плечевой комплекс, укрепить ротаторную манжету плеча, укрепить лопатку и все мышцы, стабилизаторы и обычные мышцы, которые служат для того, чтобы стабилизировать плечевой пояс. Для чего это нужно? Это нужно в первую очередь для сохранения здоровья нашего плечевого сустава. Самого подвижного сустава из всех существующих в нашем организме. И поэтому самого подвижного травмам. Упражнения очень простые, но настолько эффективные, что переоценить их просто невозможно. Если хотите, что вам это даст? Помимо здоровья, помимо того, что ваши дельты никогда не будут болеть. Это даст усиление во всех жимах. Что касается жимов для дельт и касательно для грудных мышц. Как на горизонтальной скамье, так и под наклоном 35-45 градусов. И в жимах сидя. В жимах тренажере вы будете использовать больше вес. И естественно работать при всех жимах с гантелями с большим весом. Это даст вам больше мышечной массы. Но самое главное, мальчишки и девчонки, повторюсь, это убережет ваше здоровье. А что может быть важнее, чем улучшение, сохранение нашего здоровья? Ничего. Совершенно верно. Именно поэтому я и снимаю сейчас для вас серию роликов о плечевом суставе. Не пропустите. Обязательно, друзья, лучшая благодарность для меня, для канала. Это поделиться данными роликами в своих соцсетях. Обязательно ставьте лайк. И пишите в комментариях, что вам нравится. Обязательно, особенно если вам что-то не нравится, чтобы я понимал, что пишите, ставя дизлайк, что вам не нравится конструктивно. Не так, что это говно, я с этим не согласен. А напишите, почему это говно, почему вы с этим не согласны, как должно быть на самом деле, как есть на самом деле. И почему вы так считаете? Откуда эта информация? Может быть просто это ваш личный опыт. Это для нас, для всех крайне важно. И друзья, не упустите возможность совершенно бесплатно вступить в мою закрытую платную группу, где уже 173 человека вместе со мной тренируются по моим программам периодизации, циклирования, основанным на различном типе мышечного волокна. Это крайне важно для всех систем нашего организма. Для эндокринной, для иммунной системы, для суставно-костного аппарата, для всего крайне-крайне важно. И вы тоже можете сейчас совершенно бесплатно вступить в эту группу. Вам нужно всего-навсего снять хороший видеоролик. Не вертикальное видео, где вы расскажете, покажете о тренировках, о том, как вы питаетесь, как восстанавливаетесь, помогают ли вам мои советы или не помогают. И каждый, кто пришлет подобный ролик, а лучше всего, если это будет видео о тестовой тренировке, которое может оценить любую программу тренинга, показать вам, правильно ли вы тренируетесь, есть ли эффект от ваших тренировок, присылайте мне на почту, и вы все получите бесплатный доступ в мою закрытую группу. А по итогам конкурса, тот ролик, который наберет больше всех лайков и комментариев, а я каждый ролик выложу у себя на YouTube канале, получит год бесплатного тренинга со мной, абсолютно бесплатно. Дерзайте, друзья, не упустите эту шикарную возможность, ведь сейчас вступление в группу стоит 250 долларов, а вы можете это сэкономить. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале, всем сухой мышечной массы и силы без травм.